у нас сегодня тема криптография криптография относится к одной из популярных и известных элементов безопасности у вас еще будет магистратура которую отменяют скоро и в рамках магистратуры у вас курс по математическим основам криптографии будет более углубленной а сейчас мы хотели обсудить для чего вообще нужна криптография как ее использовать давайте попробуем заслушать доклады отметьтесь ссылку я положил отметьтесь в присутствии а так абакумова олеся максимова отсутствует да так окопиан стыник манве лавна отсутствует так давайте и батулина дарья эдуардовна да я здесь так слушаем вас демонстрацию так все хорошо видно отлично итак среди где работает с документами все чаще упоминаются термины электронный документ и электронная цифровая подпись или сокращенно этапе все мы знаем что главная цель любого подписания документов это подтверждение факта ознакомления и выражение согласия или жене согласия с их содержанием конечно подписание документов должно быть безопасным процессом чтобы никто не мог подделать какую-то подпись чужую и соответственно потом к этому человеку не могли бы возникнуть вопросы рукописную подпись довольно просто поделать просто запомнить как она выглядит и скопировать поставить такую же но с электронной подписью все они так просто электронные цифровые подписи является важным инструментом обеспечивающим целостность подлинность и конфиденциальность данных как раз таки тема моего доклада напрямую касается электронных подписей и в его рамках я рассмотрю суть и механизмы работы цифровой подписи основные принципы построения и проверки электронной цифровой подписи а для начала стоит истолковать понятие электронной подписи что же это такое этот цифровой аналог собственной ручной подписи в виде знаков и символов на документе бумажного формата она позволяет идентифицировать владельца понять подлинный ли документ редактировали ли его после подписания а также защищает его от просмотры третьими лицами самом примитивном случае эцп электронная цифровая подпись является результатом хэш-функции а что же такое хэш-функции расскажет следующий слайд а если бы не хэш-функции то у нас не было бы ни технологии блокчейн и nfc не электронных документов систем госуслуг которые мы с вами все прекрасно знаем окража пароля с любого сервиса было бы делом пара минут хэш-функция криптографии это такой метод который преобразует в уникальную последовательность битов фиксированной длины полученная последовательность называется хэшем или хэш суммы а процесс самого преобразования хэширование размер исходного текста не имеет значения ведь на выходе мы всегда получаем последовательность битов одной и той же длины в данном случае основное то есть то что нужно нам это то что вероятность повторения результатов данной функции для различных входных данных очень мало и результат этой функции не только является более компактным по сравнению с исходными данными то есть исходные данные становятся меньше по размеру но и также результат функции не обратим то есть исходные данные нельзя никак восстановить из этого архива результат данный называется хэшем а процесс его получения хэширование и так однако наш результат пока еще не является полноценной подписью потому что во первых мы не знаем кто является автором данной подписи во вторых мы не знаем когда была сделана подпись сама подпись пока еще никак не защищена от подмены и также какая из хэш функции использовалась для создания этой конкретной контрольной суммы мы тоже не знаем хотя результат хэширования данных может подтвердить их целостность не защищает их от изменений или подмены особенно если данные передаются через ненадежный канал связи и поэтому место для использования чистой хэш функции это транспорт данных в пределах программы или программ если они умеют подняться между собой а чтобы защитить результат хэширования от подмены можно применить шифрование асимметричное шифрование обеспечивает не только безопасность но и возможность проверки подписи отправителя при этом у отправителя есть закрытый ключ а у получателя открытый что позволяет безопасно передавать и подтверждать данные можно представить что у нас есть замок и к нему два ключа один из этих ключей открывает замок а другой его закрывает вы кладете что-то в коробочку и закрываете и своим замком чтобы получать и которому вы хотите передать эту коробочку мог открыть ее вы отдаете ему ключ открытия однако чтобы никто не мог закрыть коробку повторно вашим замком без вашего согласия и что-то туда положить либо же что-то оттуда убрать то ключ и ключ закрытия нужно хранить при себе и таким образом вы предотвращаете возможность подмены содержимого коробки и обвинений в этом но однако у нас возникает несколько проблем во первых нужно передать открытый ключ так чтобы его могла понять принимающая сторона во вторых необходимо защитить этот открытый ключ от подделки управление а также необходимо управлять реестром ключей то есть соответствием ключ хэш необходимо стандартизировать форматы для хранения закрытых ключей и хэшей несмотря на усилие люди к сожалению не пришли к единому формату и разделились на два основных лагеря openpgp и sx 509 стоит понять какую информацию необходимо передать получателю для проверки подписи также можно назвать зашифрованный хэш подписью и как ее передать эту информацию можно передать вместе с открытым ключом вместе с подписью или с обоими для удобства однако если не разделять информацию каждый раз отправляя подписан информацию это повторяет ее что неудобно то есть например можно провести аналогию с тем если мы отправляем электронное письмо и каждому из этих электронных писем мы прикрепляли бы краткую автобиографию автора этого письма то есть это было бы неудобно и эта информация совершенно была бы не нужно а теперь о самой информации для проверки подписи прежде всего эта информация позволяющая идентифицировать ее создателя асиметричное шифрование связывает открытый ключ и подпись но для получателя открытый ключ это всего лишь набор байт не связанные с именем отправителя и нужно связать каждый открытый ключ с информацией о его владельце для удобства для этого можно использовать контейнер с открытым ключом содержащий информацию о его владельце однако эту информацию также необходимо связать самой подписью это можно сделать путем создания еще одного контейнера содержащего подпись информацию об отправителя а как же передать информацию о типе используемых аж функции как мы знаем их есть несколько и ее отправителя решение простое включить эту информацию в контейнер с открытым ключом ведь связка хаширование шифрование результата уже считается созданием подписи эту информацию тоже необходимо передавать как представить же информацию об отправителя фамилии и имя отчества недостаточно уникально ну потому что иванов иванов иванович и их может быть много а нам нужен какой-то конкретный и нам нужно то есть больше параметров для идентификации и вот идея каждого из нас есть паспорт и у каждого паспорта есть серия и номер которые являются уникальным и подобно паспорту каждый контейнер с открытым ключом должен иметь уникальный номер или идентификатор это удобно для сортировки и учета применив такой подход контейнера мы получим уникальные идентификаторы для каждого называемые сертификатами или ключами и здесь и начинаются основные различия между двумя стандартами которые я упомянула раньше openpgp и x509 пример с паспортом поможет понять их идеологию паспорт это универсальный идентификатор принимаем в разных местах благодаря государству которые его выдала паспорт необходим для взаимодействия с третьей стороной например при покупке билетов или оформлении документов однако же в друзьях или какой-то своей компании внутри группы достаточно представиться по имени и наверное группе каких-нибудь каким-нибудь своим интересам или еще каким-то данным но нам не нужно чтобы третья сторона нас подтверждала что мы это мы сертификаты x509 как паспорт а выдаются третьей стороной которая называется удостоверяющим центром или улице для подтверждения личности а в случае второго стандарта pgp который основан на сетях доверия третья сторона не нужна важна лишь защита от злоумышленников и немножечко суммируем вышесказанные и дополним подписание документов производится в несколько этапов во первых хэш документы шифруется с помощью закрытого ключа во вторых полученная подпись добавляется к документу затем документы прикрепляется сертификат проверки система подписания документов с помощью электронной подписи выглядит следующим образом сначала электронная подпись присоединяется не к цифровому документу а ставится на его сжатую версию хэш для создания хэша применяется криптографические хэш функции затем закрытый ключ шифрует хэш и передается получателю вместе с сертификатом электронной подписи и далее открытый ключ электронной подписи адресата расшифровывает информацию и проверяют подлинность сертификата отправителя закрытый ключ электронной подписи хранят в памяти компьютера или физических носителей usb токенах и смарт-карта и согласно закону об электронной подписи 63 фазе ответственность за хранение этого самого закрытого ключа несет непосредственно его владелец все доклад закончен спасибо за внимание большое спасибо очень интересный подробный доклад только у слова токен ударение но впрочем это не важно так алади принц часом нету астраханцева анастасия александровна а давайте мы вас перенесем я сейчас вас возьму и перенесу что вы выступите на следующий и подпишу что вы будете выступать конечно сейчас я вас переношу и подпишу что-то перенос городянске есть как дворки на его владимировна джах мишев канева екатерина павловна клюкин михаил козлов всеволод а щепков дмитрий здравствуйте да есть давайте сейчас ударение куда ставить лучше у вас вашими ли лучше на букву я щепков видно все да все хорошо на весь экран можно развернуть это у вас рамки приложения да вот так вот так тема моего выступления симметричной крипто системы обзор виды применения содержание презентации следующее скажу пару слов про в общем слов введения расскажу про два вида крипто систем про концептуальное устройство симметричных крипто систем про основные виды алгоритмов шифрования про отличие этих алгоритмов вместо того чтобы рассказывать их устройство про методы атак на эти алгоритмы и пару слов заключения так существует два основных вида крипто систем симметричная крипто система в чем ее особенность в симметричной системе используется один и тот же секретный ключ для шифрования и расшифрования данных ключ является секретным и должен быть известен как отправителю так и получителю сообщения примеры асимметричных крипто системы включают в себя dss rs4 про устройство асимметричных крипто систем я не буду рассказывать а лучше скажу про преимущество асимметричных крипто системы над несимметричными преимущество следующее более высокая скорость работы шифрования и расшифрования процесса реализации и использования концептуальное устройство асимметричная крипто системы первый пункт это генерация ключа что это значит перед началом обмена данными стороны должны сгенерировать секретный ключ который будет использоваться для шифрования и расшифрования сообщений следующим пунктом нужно определить канал передачи ключа канал передачи ключа это следующее секретный ключ должен быть передан отправителю к получателю безопасным способом обычно для этого используется защищенный канал связи например защищенное привлечение к интернету или физическая передача ключа через надежного курьера третий пункт это обмен ключами для обмена ключами могут использоваться различные протоколы такие как протокол диффи хеллмана протокол аутентификации шнора и другие эти протоколы позволяют сторонам безопасно договориться о секретном ключе не передавая напрямую покрытому каналу связи четвертый пункт это защита ключа после передачи ключа его необходимо защитить от несанкционного доступа это может включать в себя его ошифрование с помощью другого секретного ключа или физическую защиту хрон 최то Aberdeer ключей пятый пункт использования ключа и шифрования сообщений применение самих алгоритмов получив ключ стороны могут использоваться для шифрования и расшифрования сообщений. Шифрование осуществляется с использованием выбранного симметричного шифра. Существует множество видов таких шифров. Итак, далее представлены основные алгоритмы. Первый алгоритм DES — это симметричный блочный шифр, разработанный в 70-х годах. Второй алгоритм AS — это симметричный блочный шифр, который является одним из самых распространенных алгоритмов шифрования данных. Он был разработан как стандарт шифрования для защиты конфиденциальной информации и обеспечения безопасности в различных информационных системах. И третий, наиболее популярный — это RC4. Это алгоритм поточного шифрования, разработанный Рональдом Ривистом в 87-м году. Он широко используется в различных протоколах безопасности, таких как SSL, WEB. И вместо того, чтобы рассказывать сложные устройства каждого алгоритма, я это все указал в докладе, я расскажу про их отличия друг от друга, существенные, концептуальные. Первое — это длина ключа. DS и SRS4 имеют разные ключа, написано в презентации их длина. Также они отличаются скоростью работы. DS характеризуется сравнительно низкой скоростью работы на современных устройствах из-за своей сложной структуры и небольшой длины блока. AS обычно работает быстрее ADS благодаря более эффективным алгоритмам и большему размеру блока. RS4 обычно работает быстрее DS и AS из-за своего поточного характера относительно простоты алгоритма. Также они отличаются типом шифрования. Первый, то есть DS, работает по принципу замены и перестановки битов. Это так, конечно, сложно понять, но объяснять математику не получится здесь. AS также является блочным, как и DS, но с более длинными блоками. Также он работает на основе замены и перестановки битов, но использует более сложные алгоритмы и большее количество раундов для шифрования данных. Раунды — это этапы, при которых алгоритмы настаивают друг на друга. Это этап алгоритма. RS4 является алгоритмом поточного шифрования, что означает, что он шифрует данные байт за байтом на основе псевдослучайной последовательности. И длина ключа может быть в 10 раз больше, чем OS или DS. Дальше про методы атак и уязвимости шифров. Первый метод атак — это самый примитивный, brute force. Это перебор всевозможных комбинаций. Ну и, соответственно, чем длиннее длина ключа, тем сам алгоритм более неуязвим к такому методу атаки. Также существует атака по известному открытому тексту. В этом типе атаки злоумышленник имеет доступ к зашифрованным данным и соответствующим открытым текстам. Злоумышленник использует информацию для анализа атаки на шифр, пытаясь выявить закономерность или слабость в процессе шифрования. Кажется, кстати, вот так вот, на мой взгляд, я этого не видел, когда искал информацию, как будто бы вот алгоритм машинного обучения очень хорошо с ним справится, и, зная какой-то кусочек текста зашифрованного и не зашифрованного, можно восстановить ключ очень точно. Также существует атака по выбранному открытому тексту. В этом типе атаки злоумышленник может выбирать определенные открытые тексты и наблюдать за соответствующими зашифрованными данными. После этого злоумышленник пытается анализировать полученные данные и искать по изместе в шифре. Весьма похоже на второй пункт. Дифференциальный криптоанализ. Четвертый пункт. Методмет атаки направлен на нахождение характерных различий между зашифрованными текстами, полученными при разных входных данных. Злоумышленник анализирует различия выходных данных для выявления корреляции слабости и алгоритма шифрования. На первых взгляд, кажется, что это тоже похоже на восстановление ключа машинным обучением, но не вникал подробно в дифференциальный криптоанализ. И линейный криптоанализ – это метод атаки основан на поиске линейных аппроксимаций между входными и выходными данными, и в этом шифровании злоумышленник использует статистические методы для поиска линейных зависимостей, которым помочь в воскрытии ключа. И слова заключения. Симметричные криптосистемы играют важную роль в обеспечении и безопасности информации путем шифрования и защиты конфиденциальности данных. Они предоставляют эффективные и быстрые методы шифрования, позволяя защищать информацию на различных уровнях, включая хранение, передачу, обработку данных. На этом презентация исчерпана. Спасибо. Все-таки, наверное, лучше обеспечение, а не обеспечение. Вы не в том вузе учитесь. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич. Извините, Абакумова у меня на 3 минуты. Да, давайте мы вас послушаем. Спасибо. У вас видно все. Так, давайте на весь экран. Ага, хорошо. Тема моего доклада — это протокол для... Очень громче вы можете? Да. Тема моего доклада — протокол Kerberos. И для начала можно поговорить о том, что такое протокол Kerberos. Kerberos — это сетевой протокол аутентификации, который предлагает механизм взаимной аутентификации клиента и сервера перед установлением связи между ними. Этот протокол выполняет аутентификацию в качестве службы аутентификации, доверенной третьей стороны, используя криптографический ключ. При этом пакеты, проходящие по незащищенной сети, могут быть перехвачены, модифицированы и использованы злоумышленниками. Протокол построен на криптографии симметричных ключей и требует наличия центра распределения ключей. Расширение Kerberos могут обеспечить использование криптографии с открытым ключом на определенных этапах аутентификации. Ниже иллюстрация. В целом, кратко, что такое симметричное шифрование. У нас есть один ключ, и он используется в ходе запроса и вызова. Тем не менее, можно выделить несколько причин, по которым он построен на криптографии симметричных ключей и требует наличия центра распределения ключей. Симметричные ключи используются для скорости и эффективности, что важно для множества коротких сообщений в Kerberos. КДС нужен для централизованного управления ключами обеспечения безопасности. Преимущества. Скорость, производительность, надежность, простота. Недостатки. Единая точка отказа, масштабирность, доверие к КДС. Проблема аутентификации. Описание проблемы ненадежной аутентификации в открытых сетях и необходимость в Kerberos. Основные проблемы ненадежной аутентификации. Это перехват данных, что злоумышленник может перехватить передаваемые по сети учетные данные, логин и пароль, и использовать их для несанкционированного доступа. Подмена личности. Хакер может выдавать себя за пользователя, используя украденные или подделанные учетные данные. И атаки по типу человек посередине. Злоумышленник может вмешаться в процесс аутентификации, перехватывая и изменяя сообщения между пользователем, сервером и сервером, получая доступ к конфиденциальной информации. И как выступает Kerberos в качестве решения проблемы. Kerberos предлагает надежный и безопасный механизм аутентификации в открытых сетях, решая описанные выше проблемы. Использование билетов. Вместо передачи паролей Kerberos использует временные билеты, которые сложно подделать или перехватить. Шифрование. Все коммуникации в Kerberos ошифрованы, что защищает от перехвата и подделки данных. Взаимная аутентификация. Kerberos обеспечивает взаимную аутентификацию, то есть как пользователь, так и сервер подтверждает свою подлинность. Централизованное управление. КДС обеспечивает централизованное управление ключами и аутентификацией, упрощая администрирование и повышая безопасность. И поговорим немного об истории Kerberos. Первая версия этого протокола была создана в 1983 году в университете МИД в рамках проекта Афина. О нем мы поговорим тоже чуть-чуть. Основной целью проекта являлась разработка плана по внедрению компьютеров в учебный процесс МИД и сопутствующего этому ПО. Проект был образовательным, но в конечном итоге результат включил несколько программных продуктов, которые широко используются и сегодня. Общедоступным этот протокол стал, начиная с версии 4. И что такое вообще проект Афина? Проект Афина начинался в мае 1983 года. Его первоначальными целями было Также разработать компьютерные средства обучения, которые можно было использовать в различных образовательных средах, создать базу знаний для будущих решений, касающихся образовательных вычислений, создать вычислительную среду, поддерживающую несколько типов оборудования. Здесь кратко. В целом, как выглядит библиотека графических элементов управления в Афине. Но это мало что вам даст. И вернемся к истокам в МИД. В начале 1980-х проект Афина в МИД разрабатывал распределенную вычислительную среду для образовательных целей. Далее возникла проблема безопасности. Для обеспечения доступа к сетевым ресурсам требовался надежный механизм аутентификации. И так мы пришли к рождению Керберус. Стив Миллер и Клиффорд Нойман разработали протокол Керберус, названный в честь другого пса из греческой мифологии, который охранял врата в подземный мир. И в целом поговорим о наиболее современной версии Керберус 5. Основными принципами работы является аутентификация клиента, где мы делаем запрос АС. То есть клиент отправляет запрос, содержащий ими пользователя, зашифрованную метку времени. Проверка АС. АС проверяет ими пользователя, расшифровывает метку. TGT. Если аутентификация успешна, то АС выдает клиенту данный билет, зашифрованный секретным ключом. Далее идет этап авторизации клиента на TGS. Клиент опять отправляет запрос, только уже TGS, содержащий TGT и зашифрованный запрос на билет, доступ к определенному сервису. Проверка TGS. И далее, если авторизация опять успешна, то TGS выдает клиенту билет сервиса. И, наконец, доступ к сервису. Запрос сервиса. Клиент отправляет сервису запрос, содержащий билет в сервисе, аутентификатор, зашифрованная метка времени. Проверка сервиса. Сервис расшифровывает билет в сервисе, аутентификатор, использует свой секретный ключ. И, наконец, доступ. Если проверка успешна, сервис предоставляет клиенту доступ к запрошенным ресурсам. Ну, здесь в целом кратко проиллюстрировано все, что я описала, все этапы получения доступа, необходимые клиенту. И в целом, в чем преимущество Kerberos 5? Это улучшенная безопасность, защита от атак-повтора, расширенная функциональность, то есть он поддерживает делегирование учетных данных, взаимную аутентификацию, другие функции, и стандартизация. И есть ли в целом будущую Kerberos? Ну, определенно да. Kerberos 5 может быть задействован в развитии следующих технологий, как интернет вещей IOT. Kerberos может быть использован для безопасной аутентификации устройств IOT, обеспечивая защиту от несанкционированного доступа. И наиболее популярное сейчас направление – это искусственный интеллект и машинное обучение. Kerberos может быть интегрирован с искусственным интеллектом и машинным обучением для автоматизации управления учетными данными, обнаружения аномалий. Будущее Kerberos зависит от способности адаптироваться к изменяющимся технологиям и потребностям безопасности, с постоянным развитием и инновациями. Kerberos может продолжать играть важную роль в обеспечении безопасной аутентификации в цифровом мире. И здесь список литературы, который я использовала в ходе выполнения доклада. Спасибо за внимание. Да, действительно, в рамках проекта Афина был разработан и графический интерфейс X, который стал самым популярным графическим интерфейсом на Unix. Ну и Kerberos тоже был разработан четвертый, сейчас пятый. Он очень широко используется, очень популярный протокол. Барсигян. Здравствуйте. Это Аллади Принц. Да, правильно. Ну, хорошо, давайте вас послушаем. Тема, система PGP. Введение PGP. Pretty good privacy. Это криптографический... На весь экран, пожалуйста, вы, вот так показывая, демонстрируйте свое неуважение к слушателям. Да, вот так вот, хорошо, да. Ага, хорошо. Тема, система PGP. Pretty good privacy. Это криптографический программный комплекс, используемый для обеспечения безопасности электронной коммуникации. Разработанный филом Цимиринома в 1991 году, PGP стал основой цифрования конфиденциальности и безопасности, предлагая недодержное шифрование. Цифровый подпис и функции управления ключами. В данном отчетах предоставляется группкий анализ системы PGP, велиключая ее историю технические компоненты применения сильной и слабой страны, а также проспетивы на будущее. Технические образы PGP. Механизм шифрования. PGP использует грибную схему шифрования, обнидающую симметричное шифрование и асметричное шифрование. Симметричный алгоритм, так как RSA, используется для шифрования симметричного ключа. Управление ключами. Управление ключами. Управление ключами. Открытый ключ распространяется другими для шифрования сообщения, в то время как закрытый ключ хранится в секрете и используется для расшифровки сообщения и подписей данных. Третий, цифровые подписи. Цифровые подписи позволяют пользователям создавать цифровые подписи с использованием их закрытых ключ. Цифровые подписи. Цифровые подписи обеспечивают аутентификацию и проверку целостности для сообщений и файлов. Гарантирую, что с адрежными не было изменено и что он происходит от предполагаемого отправителя. Применение PGP. PGP используется для шифрования электронной почты, также для шифрования файлов и безопасности передачи сообщений. Преимущества и недостатки PGP. Преимущества надежного шифрования PGP прилагает надежный механизм шифрования, защищая коммуникацию от цифрования доступа. Цифровая подписа PGP обеспечивает аутентификацию и проверку целостности с помощью цифровых подписей. Укрепление здоровья и коммуникации. Управление ключами. Инфраструктура открытия ключ PGP облегчает безопасности объема и управление ключами. Обеспечивая конфиденциальности канала связи. Недостатки. Удовольство использования. Сложные процессы управления ключами и позывательские интерферсы PGP могут быть сложными для неспециалистов. Узиявимости. Реализация PGP могут создать узиявимости, которые могут быть использованы зломашинниками. Метанды и следующими. PGP не защищает от следующая за метаданами, которые могут раскрышевать информацию о коммуникационности, шаблок и участиях. Проспективы на будущее и интернетивы. Проспективы на будущее. Улучшениями удовольствия использования. Узия по упрощению опыта использования PGP и процессов управления ключами могут сделать его доступнее для более широкой. аудитории. Улучшенная безопасность. Дальнейшие использования и разработки в области криптографических алгоритмов и протоколов могут дальше укрепить безопасность PGP. Интеграция с новыми технологиями. PGP может извлечь выгодную интеграция с новыми технологиями, такие как блокчейн для улучшениями доверения и прозрачности. Отернативы. Сигнал протокол. Сигнал протокол прилагает конечное шифрование для много денег сообщения и голосовых визовов с акцентов на удовольствие использования и безопасности. Есть как S slash MIME подоставленное шифрование электронной почты и сифовый подпис с использованием сертификатов, обеспеченная совместимость с существующей электронной инфраструктурой. Pretty Easy Privacy, PGP, стремится упростить шифрование электронной почты и управление ключами, сохраняя при этом надежные гарантии безопасности, что делает его более доступным для неспециалистов. И заключение. PGP остается важным инструментом для обеспечения безопасности электронной коммуникации, прилагая надежное шифрование, цифровой подпис и функции управления ключами. Несмотря на определение недостатки, усилия по улучшению удовольствия использования и безопасности. А также появление альтернативных системы шифрования представляют собой возможности для дальнего развития PGP и широкого спектра шифрования конфиденциальности и безопасности. Спасибо за внимание. Это все. Спасибо. Спасибо. Можете ответить? Кто вы? Казов. Да, давайте там. Видно экран, да? На весь экран, пожалуйста. А, итак, протоколирование и... На весь экран, пожалуйста. Так, сейчас попробую. Все, сейчас я сделал, кажется. Так, да? Нет, это еще... Так, ну-ка. Это не на весь экран. Вы сейчас на весь экран. Да, понял. Сейчас на весь экран. Все, да, продолжайте. Так, протоколирование, аудит, шифрование, контроль целостности. Это содержание моей презентации. Начнем с введения. Так, в современном мире, где информация является одним из наиболее ценных активов, защита конфиденциальности, целостности и доступности становится крайне важной. Протоколирование и аудит – это процессы, которые позволяют нам отслеживать и регистрировать все события, происходящие в нашей информационной системе. Это важный инструмент для обнаружения и реагирования на возможные нарушения безопасности. И в рамках доклада рассмотрим различные методы технологий протоколирования и аудита. Также обсудим шифрование и целостность. Итак, основные понятия. Под протоколированием принимается сбор и накопление информации о событиях, проходящих в информационной системе. У каждого сервиса свой набор возможных событий, но в любом случае их можно разделить на внешние, которые вызваны другими сервисами, внутренние, которые вызваны самим сервисом и клиентским. Аудит – это уже анализ накопленной информации. И он проводится в реальном времени или периодически, например, раз в день. Протоколирование требует для своей реализации здравого смысла. А какие именно события регистрировать? С какой степенью детализация? Подобные вопросы невозможно дать универсальные ответы. Необходимо следить за тем, чтобы, с одной стороны, достигались перечисленные выше цели, чтобы возможно было отслеживать безопасность, а с другой стороны, чтобы расход ресурсов был оптимальным. Например, всегда следует как минимум регистрировать дату и время события, тип события и результат действия, источник запроса. Характерная особенность протоколирования и аудита – это зависимость от других средств безопасности. А идентификация и аутентификация служат под равноточкой подачетности пользователей. Возвращаясь к целям протоколирования и аудита, отметим, что обеспечение подачетности важны в первую очередь как сдерживающие средства. То есть, если пользователи изначально знают, что их действия фиксируются, то, возможно, они воздержатся от незаконных операций. Очевидно, если есть основания подозревать какого-либо пользователя в нечестности, можно регистрировать его действия более подробно, чем у других пользователей. При этом обеспечивает свою возможность не только возможность расследования случаев нарушения режима безопасности, но и откат некорректных изменений, которые делал этот пользователь. Объявление и анализ проблем помогают улучшить параметр безопасности и доступность. Итак, что такое активный аудит? Вначале расскажу, что под подозрительной активностью понимается поведение пользователя, являющегося злоумышленным или нетипичным. И задача активного аудита – это оперативно выявлять такую подозрительную активность именно в автоматическом режиме. То есть не раз в сутки, а чтобы это автоматически происходило. Активность, несоответствующую политику безопасности, целесообразно разделить на атаки, направленные на незаконное получение полномочий или на действия, выполняемые в рамках имеющихся полномочий, но которые явно нарушают политику безопасности. Атаки нарушают любого смысла на политику безопасности. Иными словами, активность атакующего является разрушительной, независимо от политики. И следовательно, для описания объявлений атак можно применять универсальные методы, такие как сигнатуры и их обнаружения во входном потоке событий с помощью аппарата экспертных систем. Что такое сигнатура атаки? Это совокупность условий, при выполнении которых атак считается имеющим место, что вызывает заранее определенную реакцию. Например, простой пример, то, что зафиксированы три последовательные неудачные попытки входа в систему с одного терминала. И, например, реакция, которую наш сервис может предоставить, это, например, блокирование терминала до прояснения ситуации. Или там блок на одну или пять минут. И также нетипичное поведение может являться и другим способом, например, системы порогов, превышение которых является подозрительным. Перейдем к шифрованию. Шифрование — это наиболее мощное средство обеспечения конфессиальности. Во многих отношениях оно занимает центральное место среди программно-технических регуляторов. Например, для портативных компьютеров только шифрование позволяет обеспечить конфессиальность данных, даже в случае кражи. И различают два основных метода шифрования — это симметричный и асимметричный. В асимметричном методе шифрования для шифрования и дешифровки используется один и тот же ключ, а в асимметричном используются разные ключи. Ну и вот здесь пример конкретно для симметричного шифрования. Основным достатком симметричного шифрования является то, что секретный ключ должен быть известен и отправителю, и получателю. Это создает новую проблему распространения ключей. А в асимметричных методах, как я уже говорил, используются два разных ключа, но, к сожалению, это делает весь процесс более медленным. Контроль целостности. Криптографические методы позволяют надежно контролировать целостность как отдельных порций данных и таких наборов. И в основе криптографического контроля целостности лежат два понятия. Это хэш-функция и электронная цифровая подпись. Там дальше будет презентация про хэш-функцию, но кратко скажу, что это функция, которая осуществляет преобразование массива данных в выходную битовую строку, и каждый раз используется какой-то уникальный алгоритм для этого. А цифровой сертификат — это выпущенный удостоверяющим центром электронный или печатный документ, который, ну, он предлежит одному из владельцев. И вот, когда я говорил о определении скоростного сертификата, я сказал об удостоверяющем центре. Что это такое? Это компонент глобальной службы каталогов, отвечающий за управление графическими ключами пользователей. Открытые ключи и другая информация о пользователях хранятся удостоверяющими центрами в виде цифровых сертификатов, имеющих следующую структуру. Ну, она весьма сложная, ну, например, срок годности, имя владельца сертификата, порядковый номер сертификата и другое. И эти ключи генерируются удостоверяющим центром. Так, заключение. Можно сделать несколько важных выводов. Во-первых, протоколирование и аудит являются неотъемлемой частью безопасности информационной среды. Эти процессы позволяют отслеживать и регистрировать все действия пользователей и системы, которые у нас вызывают опасения. Во-вторых, шифрование играет, ну, тоже ключевую роль защитить социальность данных. Она позволяет защитить нашу информацию от незаконного доступа. И контроль целостности тоже не менее важен. Он позволяет определить, были ли данные изменены или произведены в процессе их передачи или хранения. Спасибо за внимание. Спасибо. Барсигян. Здравствуйте, да, я здесь. Добрый день. Начинать демонстрацию, да? Да, конечно. Видно экран, да? На весь экран, пожалуйста. Вот так хорошо, да. Темой моего доклада являются хэш-функции, информация о докладчике. Так, целью моего доклада является представление принципа работы и применения хэш-функций. Доклад направлен на обеспечение понимания того, что такое хэш-функции, как они функционируют и какие задачи они помогают решать. Кроме того, в ходе доклада мы рассмотрим различные типы хэш-функций, их особенности и области применения. Начнем с того, что же такое хэш-функция. Хэш-функция – это математический алгоритм, который отображает данные произвольного размера в битовый массив фиксированного размера. Результатом выполнения хэш-функции является хэш, то есть набор символов определенной длины. Как мы видим на картинке, у нас есть какой-то текст, мы его как-то преобразуем с помощью хэш-функции и на выходе получаем массив из битов. Хэш-функции используются в различных сферах. Например, в криптографии они широко применяются для хэширования паролей, проверки целостности сообщений и благодаря свойству односторонности хэш-функций их сложно обратить. В качестве основы для блокчейн-технологий хэш-функции обеспечивают защиту от подделок данных, то есть в блокчейне каждый блок содержит хэш предыдущего блока, что обеспечивает целостность цепи блоков и защищает от возможных изменений данных. В базах данных хэш-функции обеспечивают быстрый доступ к данным и оптимизацию поиска. Они преобразуют индексы, которые мы используем в таблицах, в некоторые уникальные хэши, которые затем используются для быстрого поиска. Хэш-функции имеют несколько преимуществ. Первое – это скорость работы. Современные хэш-функции достаточно быстрые. Их часто используют из-за этого для операций, требующих высокую производительность. Далее, второе преимущество – это необратимость. Чаще всего хэш-функции являются односторонними, то есть их сложно обратить. Это обеспечивает безопасное хранение паролей и других данных. Третье свойство – это уникальность, точнее преимущество. То есть для разных входных данных хэш-функции генерируют разные хэш-значения, что обеспечивает уникальность идентификаторов или цифровых подписей. Также у хэш-функции есть некоторые недостатки. Первый и очень важный недостаток – это коллизии. Возможность коллизии означает, что разные входные данные могут привести к одному и тому же хэш-значению. Это может привести к нарушению целостности данных. И чаще всего хэш-функции стараются выбирать такие, у которых коллизий возникает как можно меньше. Второй недостаток – это сложность выбора функции. Это тоже очень важный параметр, потому что от выбора правильной хэш-функции зависит безопасность и эффективность в решение конкретной задачи. Третий недостаток – это уязвимость к атакам. То есть некоторые типы хэш-функции могут быть уязвимы к атакам. Хэш-функции разделяют на криптографические и некриптографические. Рассмотрим для начала криптографические хэш-функции. Это хэш-функции, разработанные для обеспечения безопасности данных и цифровых подписей. Они идеально подходят для защиты данных от изменений и подделки. И они должны обладать свойствами стойкости к коллизиям, односторонним свойствам и равномерным распределением хэш-значений. Существует множество таких функций. Основные – это SHA-256 и MDF-5. Некриптографические хэш-функции – это класс хэш-функций, которые используются в структуре данных или при оптимизации производительности. В отличие от криптографических, их основная задача – это не обеспечение безопасности, а скорость. То есть их используют для быстроты действия. Примеров некриптографических хэш-функций также множество. Основные – это MurmurHash, CityHash и FNV. Они часто используются для вычисления хэшей в хэш-таблицах поиски данных и в других приложениях, где требуется быстрый доступ к информации. Здесь мы можем увидеть на графике зависимость скорости некриптографической хэш-функции от длины ключа. И, как мы видим, она увеличивается, но не так сильно. Также для хэш-функций используют различные модификации. Например, рассмотрим такую ситуацию. Если у пользователя или злоумышленника окажется таблица с несколькими хэшами, то он сможет подобрать хэш-функцию и тем самым получить доступ к исходным данным. Чтобы этого не произошло, к хэш-функциям добавляют модификатор входа, называемый солью. Соль – это строка входных данных, которые передаются хэш-функции вместе с входным массивом данных для вычисления хэша. Например, мы хотим хэшировать пароли по алгоритму MD5 и кранить хэша. В случае кражи нашей базы данных можно восстановить исходные пароли с помощью заранее подготовленных радужных таблиц, так как зачастую пользователи используют ненадежные и легко подбираемые пароли. Если же пароль, скажем так, посолить, то есть при вычислении хэша присоединить строку из нескольких случайных символов, то результирующие значения не будут совпадать с распространенными словарями и получить доступ к исходным данным практически невозможно. Придется перебирать огромное количество значений. Соль, то есть модификатор хэш-функции, также подразделяют на два вида. Статическая соль, когда мы для всех хэшей используем одну какую-то строку, и динамическая соль, то есть когда при каждом новом хэшировании мы генерируем новую. Без соли злоумышленник может вычислить хэш от некоторого значения, а затем проверить, встречается ли полученный хэш в файле. Вероятность совпадения, соответственно, увеличивается с увеличением количества имеющихся в файле паролей, однако если же используется динамическая соль, то злоумышленник должен вычислить хэш для каждой пары пароля и соли, то есть во много-много раз увеличивается трудоемкость перебора. Рассмотрим практическое применение хэш-функций. Реализуем функцию ша-256. Не буду вникать в подробности кода. Можем посмотреть на результат использования. Мы берем пароль, строку некоторую, и хэшируем ее с помощью данного алгоритма. И как мы видим, каждый раз мы получаем одно и то же значение, потому что применяем один и тот же алгоритм. Однако изменим наш код таким образом, чтобы у нас добавлялась соль к нашему хэшу. И таким образом мы можем видеть, что при использовании динамической соли каждый раз при хэшировании мы получаем новый хэш. И подобрать такой пароль исходный уже будет практически невозможно. В заключении хотелось бы отметить, что хэш-функции играют критическую роль в современных информационных технологиях. Они помогают обеспечивать безопасность, целостность данных и оптимизировать производительность. Криптографические хэш-функции являются основой для создания цифровых подписей, хэширования паролей, а не криптографические, широко применяются в структурах данных, оптимизации поиска данных и в других задачах, где требуется высокая производительность. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Дмитрий Сергеевич, разрешите рассказать? Вы кто? Мишина Лупаева, да. Мишина... Ну, если вы так рветесь, до вас еще очередь не дошла просто? А я просто не успею на паре. Хорошо, давайте тогда. Как видно? Да, хорошо. Мой доклад на тему системы P2P. Начнем с того, что в наш век информационных технологий защита пользовательских данных является одной из основных проблем. Этой проблемой был задачен Филипп Циммерман, и в 1991 году он придумал пакет программ для передачи данных по электронной почте. PGP был... И его можно характеризовать тремя понятиями. Это секретность, установление подлинности и удобство. Секретность означает, что файл или сообщение, которое предназначалось конкретному пользователю, будет просчитано именно им. Установление подлинности гарантирует, что файл, полученный от определенного пользователя, был отправлен именно им. И касательно удобства следует сказать, что для передачи сообщений не нужен никакой дополнительный секретный канал связи, так как PGP базируется на основе шифрования с открытым ключом. Давайте я кое-как напомню, что это такое. У нас есть два ключа, открытый и закрытый. Соответственно, пользователь, который хочет отправить сообщение, получает публичный ключ получателя. Он кодирует сообщение с помощью этого публичного ключа и пересылает его. А получатель же на своей стороне с помощью своего закрытого ключа, который есть только у него, может расшифровать это сообщение. PGP можно использовать не только для кодирования, для шифрования файлов, но также и для создания подписи. Обычно файл распространяется в виде пары. Это зашифрованный файл и его цифровая подпись. Это происходит следующим образом. Сначала отправитель с помощью своего закрытого ключа создает цифровую подпись. Затем с помощью открытого ключа получателя он шифрует сам файл. Отправляет эту пару. И получатель действует в обратном порядке. Он сначала расшифровывает файл с помощью своего закрытого ключа и затем проверяет подлинность подписи с помощью открытого ключа отправителя. Открытые ключи хранятся в так называемых сертификатах ключа. Там хранится идентификатор пользователя, это обычно имя пользователя, там ключ и дата его создания. Также есть сертификаты для закрытых ключей, там хранится все в таком же виде, но еще есть пароли от этих запросов. Окей, пары закрытых и открытых ключей хранятся в кейрин, или так называемом кольце ключей. Там хранится пара ключей, сертификаты и ключи, которые были импортированы. Рассмотрим, как работает PGP на примере операционной системы Ubuntu. Будем использовать GPG, это бесплатный аналог PGP, так что его можно будет легко скачать и просмотреть работу. Давайте я расскажу вам об общей схеме шифрования, представленной на слайде справа. У нас есть исходный файл, также генерируется сессионный ключ, он генерируется на основе перемещения мыши и нажать на клавиатуру. Затем исходный файл шифруется с помощью этого сессионного ключа, и отдельно с помощью публичного ключа получателя мы шифруем сам сессионный ключ и отправляем эту пару в виде зашифрованного сообщения. Получатель сначала расшифровывает сессионный ключ с помощью своего закрытого ключа и с помощью сессионного ключа расшифровывает сообщение, получая исходный текст. Для начала мы установим GPG с помощью команды sudo.optainstall. Предварительно мы объявили пакеты в нашей операционной системе. Давайте я расскажу об основных опциях данной команды. У нас есть экспорт и импорт публичного ключа. При импортивании ключ также добавляется в кольцо ключей. Также encrypt и decrypt позволяют зашифровать и расшифровать какое-то сообщение. Опция assign позволяет создать цифровую подпись, при этом создается файл, в котором есть и исходный текст, и одновременно подпись. Часто такое не используется. Опция verify позволяет проверить подпись на подлинность. И две опции сверху. List keys, list secret keys выводит список публичных ключей в системе и список закрытых ключей. Давайте представим, что у нас есть такая ситуация. У нас есть два студента, Ира и Настя. У Настя есть какое-то очень секретное сообщение, которое она хочет расшифровать, подписать и только потом отправить. Или же надо будет получить это сообщение, расшифровать и проверить подпись на подлинность. Для начала мы сгенерируем пару ключей, используя опцию full generate key. Можно также использовать просто generate key, но мы хотим подробнее настроить, выполнить настройку нашей пары ключей. Выбираем алгоритм шифрования RSA. Длину ключа 2048 бит, так как в данном алгоритме меньше выбирать не рекомендуется в целе безопасности. Ставим срок жизни ключа 14 дней. При желании потом можно будет его продлить. Вводим имя пользователя и его почту. В итоге у нас получается такой ключ. Здесь введен алгоритм шифрования, длина ключа, дата его создания, отпечаток ключа, который следует сверять при импортировании. Оба сторон должны быть одинаков. User ID пользователя. Также указание на предназначение каждого ключа. Это на подпись и подпись ключа. А также на шифрование. Для начала Насте необходимо экспортировать ключ в отдельный файл. Файл я назвала Public Key. Можно его просмотреть. Видео в нем следующее содержимое. Мы обязательно указываем опцию Armor. Она позволяет нам сохранить файл в бинарном виде, а в аске кодировки, например, это может быть удобно для передачи через какие-либо месседжеры. Затем имитируем передачу файла. Ира уже импортирует публичный ключ. Аналогичные действия мы производим с ее стороны. Настя создает какой-то секретный файл, пишет в нем большой секрет. И для начала она создает файлы, используя опцию B. Эта опция позволяет создать подпись в отдельном файле с расширением SIG, как видно ниже. И также она шифрует файл с помощью опции E, то есть от английского слова Encrypt. Она указывает, кто шифрует, для кого, и сам файл с исходным текстом. И у нас получается также зашифрованный файл с текстом. Если кому-то интересно, файл внутри выглядит следующим образом. И процесс дешифровки. Мы имитируем передачу данных. Задача Иры расшифровать, проверить половину подписи. Она расшифровывается с помощью опции D, то есть Decrypt. Также указывает опцию O, что позволяет не просто расшифровать файл и вывести его в терминал, но записать сразу же в еще один файл, который мы назвали Decrypt.txt. Снизу мы его просмотрели, действительно там был наш исходный текст. Также с помощью опции Verify она проверяет подлинность подписи. Мы указываем сначала саму подпись, а затем файл с исходным текстом. И снизу видно, что сообщение действительно было получено от Насти. В конце хотелось бы сказать, что мощный инструмент графической защиты данных применяется он очень широко в бизнесе. Еще, например, шифрование дисков, обмен файлами, документами. И открытость и свободный доступ к этой системе к криптографическим средствам способствуют распространению безопасности в цифровом мире. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Действительно очень распространенный инструмент для разных вещей. Действительно, система PGP собственно, криптографию в народ отправила. Без нее было такого распространения, криптографии не было. Галатсан Николай. Здравствуйте. Подключаюсь. Да. Видно экран? Да, все хорошо. Общие вопросы шифрования. Начнем с того, что же такое криптография. Криптография – это наука, изучающая разные способы и методы шифрования данных. При этом для защиты информации служат специальные алгоритмы, протестированные в открытых средах и дающие возможность находить или кодировать его изъявленные места. То есть, говоря простыми словами, криптография – это наука об обеспечении безопасности данных. Методы криптографии классифицируются разными способами, но чаще всего с учетом количества используемых ключей. С данной точки зрения различаются бесключевые, одноключевые и двуключевые методы. Шифрование – это обратимое преобразование информации с целью сокрытия неавторизованных лиц и предоставления доступа к ней авторизованным лицам. То есть преобразование данных в нечитаемую для человека форму, используя ключи шифрования и расшифровки. Под ключом понимается некая секретная информация, это алгоритм, который использует специальные устройства для шифрования и расшифровки данных. С помощью шифрования обеспечиваются три состояния безопасности информации. Это конфиденциальность, то есть защита информации от тех, вскрытие информации от тех, для кого она не предназначена, целостность защиты от изменений информации, то есть несанкционированного доступа к ней, и идентифицируемость, предотвращение отказа от авторства, от внедения некоторых изменений. И для того, чтобы прочитать зашифрованную информацию, принимающей стороне необходимы ключ и дешифратор, то есть устройство, реализующее алгоритм расшифровывания. Остановимся на алгоритмах симметричного шифрования. Это один из самых простых типов шифрования. Здесь используется один ключ, который может быть числом, словом или строкой случайных символов. Он используется как для шифрования, так и для расшифровки данных. Этот единственный ключ известен как отправителю, так и получателю. То есть исходный текст с помощью ключа преобразуется в шифротекст. Ключ передается отправителем-получателю вместе с зашифрованным текстом, и получатель использует тот же самый ключ для того, чтобы прочитать переданную информацию. Из плюсов такие алгоритмы достаточно быстрые. Здесь используются короткие, но при этом устойчивые ключи. Они в целом лучше изучены, проще в использовании, и благодаря скорости позволяют зашифровывать большие объемы информации. Из минусов можно выделить глобальную проблему такую. Это проблема безопасного обмена ключом, так как если третья сторона получит доступ к ключу, то это равносильно тому, что третья сторона прочитает информацию. Из-за этой проблемы такие алгоритмы не используются в интернете, и возникает сложность управления ключами в большой сети. Из наиболее известных алгоритмов, использующих симметричное шифрование, можно выделить ГОСТ 2847-ОСИ9 алгоритм отечественного происхождения, японский алгоритм Хамелия, международный алгоритм шифрования IDEA, XTA, самый простой в использовании шифр, IES, американский стандартный образец, и про IES, стоит сказать, что его предшественником был IES, он использовался как стандарт шифрования данных правительства США, но с ростом, с развитием технологий, вычислительных ресурсов, возникла необходимость использовать ключи длиннее, чем использовались в IES, то есть длиннее, чем 56 бит. И алгоритм был усовершенствован, стал использоваться IES, который использует ключи длиной 128, 192 и 256 бит, что уже является существенным улучшением. Асимметричное шифрование – это метод шифрования данных, в котором используются уже два ключа – открытый и закрытый. Открытый или по-другому публичный ключ используется для шифрования информации, может передаваться по незащищенным каналам, так как прочитать информацию с помощью него уже невозможно. Закрытый ключ или по-другому приватный используется для расшифровки данных, и открытые и закрытые ключи – это такие большие числа, которые связаны определенной функцией. Но так, что если известен один ключ, вычислить другой крайне сложно. То есть алгоритм работает только в одну сторону. С помощью открытого ключа мы зашифровываем текст, и произвести расшифровку, как я уже сказал, невозможно. А получатель использует защищенный ключ, приватный, чтобы получить доступ к информации. Здесь можно провести аналогию с телефонным справочником, то есть зная фамилию, имя, отчество человека, легко найти его номер в большом справочнике. Но зная только номер телефона человека, найти его данные крайне сложно. Из плюсов. Такие алгоритмы надежнее, они более устойчивые, чем симметричные. Здесь решена проблема симметричного шифрования, то есть уже отсутствует необходимость предварительно передавать ключ. По этой причине ключи можно не менять долгое время, и при этом сохранять безопасность. Из минусов. Такие алгоритмы работают медленнее, они требуют больших вычислительных расходов из-за сложности. Они работают только в одну сторону, и здесь используются более длинные ключи. Так как все такие криптосистемы, асимметричные криптосистемы, являются объектом атак путем прямого перебора ключей. Поэтому здесь есть необходимость использования более длинных ключей. И это, соответственно, сказывается на вычислительных ресурсах, требуемых для шифрования. Из наиболее известных алгоритмов это RSA, Revis Shamir Adleman, DCA, алгоритм цифровой подписи, система обмена ключами Diffie Hellman, криптография эллиптической кривой, также ГОСТ R34.10-2001, который описывает стандарт использования алгоритмов асимметричного шифрования в Российской Федерации. RSA — это первый криптографический алгоритм, используемый и для шифрования, и для цифровой подписи. Это очень популярный алгоритм с открытым ключом, который основывается на математических преобразованиях с простыми числами. В заключение стоит сказать, что шифрование сейчас применяется всюду, где используются информационные технологии. Криптография, пусть и несовершенная, но обеспечивает безопасность информации, безопасность данных, и совершенствование методов, и выбор наиболее оптимального метода для конкретного случая позволяет эффективнее защищать информацию, предотвращать утечки. Более глубокое понимание алгоритмов и методов шифрования позволяет нам лучше защитить себя от возможных кибератак. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Дударев. Ищенко. Конова. Здравствуйте. Да, я тут. Да, давайте. На весь экран, пожалуйста. Нет, у вас не на весь экран. Так, сейчас, секунду. Вот так вот, да. Итак, тема моего доклада является биометрия, и я рассмотрю такие аспекты биометрии, как в целом ее основы, плюс и минус применения биометрии, также новые технологии, и в целом развитие биометрии. Начнем с того, что биометрия – это область науки и технологий, которая связана с использованием уникальных физиологических, поведенческих характеристик человека для идентификации, аутентификации и контроля доступа. Она играет важную роль в освещении информационной безопасности, ведь река от несанкционированного доступа к данным и ресурсам. В этом докладе я высмотрела различные аспекты биометрии, включая технологии, их применения и риски. Основы биометрии. Биометрия основана на использовании вебинных и биологических характеристик, таких как начинки пальцев, радужка глаза, голос, лицо и другие характеристики для идентификации личности. Оно разделяется на два основных типа – биологическая и поведенческая биометрия. Псиологическая биометрия основана на уникальных физических характеристиках человека. Примерами являются сканеры почерков пальцев, сканеры сетчатки глаза, сканеры лица. Эти технологии широко применяются в банках, аэропортах и других организациях для аутентификации. И поведенческая биометрия. Она используется в характеристике поведения, такие как почерк, голос и образцы набора текста для идентификации личности. Эти характеристики могут быть менее надежными, но предоставляют дополнительные уровни безопасности. Теперь же хотелось бы рассмотреть применение биометрии в целом. Геометрические технологии нашли широкое применение в различных сферах. Они используются в первую очередь для аутентификации. То есть биометрические сканеры помогают обеспечивать личность пользоваться, обеспечивая безопасный доступ к учетным записям и ресурсам для контроля доступа. Они обеспечивают физический и логический контроль доступу, прежде всего, к граничным зонам информации. Биометрические платежи. Биометрия используются для безопасных финансовых операций, таких как мобильные платежи и биометрические студентные карты. Государственные и идентификационные документы. То есть некоторые страны внедряют биометрические технологии, паспорта, водительские удостоверения и другие идентификационные документы. И, наконец, медицинская идентификация. Биометрия применится для идентификации пациентов в медицинских учреждениях, что помогает избежать ошибок в лечении. Теперь же рассмотрим типы биометрии. Прежде всего, основным звеном является генетическая биометрия, одним из перспективнейших направлений развития биометрии, которого считается генетическая информация для идентификации. Почему? Потому что геном человек-рабикален и технологии того же сиклинированного ДНК могут стать мощными инструментами в дробе с мошенничеством и на обеспечении безопасности. Далее идет биометрия в интернете вещей. С развитием интернета вещей IoT возникает потребность в надежных методах рутентификации устройств. Биометрия может быть встроена в углу устройства путевых смарт-двери или смарт-автонобили для обеспечения безопасности. Наконец, эмоциональная биометрия. Изучение человеческих эмоций через анализ голоса, выражение лица и других параметров становится все более актуальным, и эмоциональная биометрия может использоваться к тому же в медицинских приложениях и в области клиентского обслуживания. Теперь вернемся к преимуществам биометрия. Она обладает такими преимуществами, как, прежде всего, уникальность. Каждый человек имеет уникальность в биометрической характеристике и заросланную систему надежнему. Удобство. Биометрические системы более удобно для пользоваться в связи с пароли и входы. Возможность утери, в отвлече от паролей и биометрических характеристик невозможного утразить. И возможность многофакторной аутентификации, то есть комбинирование разных биометрических пунктов повышает безопасность. С какими же рисками и ограничениями нам придется столкнуться? Во-первых, это нестанционированный доступ, возможно, подделанное биометрических данных, что создает угрозу безопасности, и защита данных. Хранение и обработка биометрических данных не будет высоких следовательных безопасности, и они не всегда имеются. А также приватность. Сборы использования биометрических данных могут вызывать вопросы приватности. И четвертый пункт, это, конечно же, время и нестабильность, потому что некоторые биометрические характеристики, такие как голос, могут изменяться со временем. Что же хочется сказать в заключении? Деометра играет ключевую роль, нужно сказать, в обеспечении использовательной безопасности. Она предоставляет уникальные возможности для аутентификации и контроля доступа. Она также влечет за собой риски, которые необходимо учитывать и уметь ими управлять. Понимание основ биометрии и ее применения помогает обеспечить безопасность цифровой уме. Спасибо за внимание. Спасибо. Ежова. Павлов. Панченко. Ну, у нас и время и стекло. Спасибо всем. Ильич, пожалуйста, можно вопрос задать по поводу внешних курсов? Да, конечно, слушаю. Вот на какой сайт выкладывают на сайт Хьюга? Ну, там был написан на сайт... Вы в прошлом году делали сайт, личный сайт на Хьюга. Да, я просто не нашел там именно разделы создать проект. Вот. Можно просто пост написать о том, что я прошу? Ну, напишите пост, да. Хорошо, спасибо. Извините, я к вам подходила в понедельник. Вы сказали, что можно на этой лекции... Да, давайте, да. Да, давайте. Простите, можно пока вопрос задам тоже по курсам? Там написано, что нужно прикрепить сертификат. Но при проходении курса... Там скан вы делаете, где написано, скан экрана, что вы прошли все. Ага, спасибо. Они раньше выдавали сертификат, а сейчас они перестали его выдавать, поэтому просто делайте скан экрана. Спасибо. До свидания. Скажите, пожалуйста, демонстрация видится? Да, все видно. Да, давайте. C-Linux. C-Linux – самый популярный модуль безопасности Linux, используемый для изоляции и защиты компонентов системы друг друга. Одной из ключевой особенностей C-Linux является то, что он позволяет системным администраторам блокировать несанкционный доступ к системным ресурсам. Однако, несмотря на то, что во многих дистрибутивах Linux модели безопасности Linux включены по умолчанию, общее знание C-Linux среди разработчиков и системных администраторов не так распространено, как можно было бы ожидать, что периодически приводит к эксцессам и ошибкам. C-Linux, как было уже сказано ранее, это архитектура безопасности, созданная Агентством на социальной безопасности США и Red Hat. Этот модуль безопасности доступен для большинства дистрибутивов Linux, но в основном используется в File и Fedora. C-Linux применяет политики безопасности, обязательного контроля доступа. Это тип системы безопасности, который позволяет системным администраторам устанавливать политику безопасного доступа и указывать, какие пользователи процесса имеют доступ к определенным ресурсам. C-Linux, системные администраторы, они отличают пользователей от приложений, которых запускают, и получается, что, допустим, оболочка пользователя, она имеет полный доступ к домашнему каталогу, а вот сам пользователь, если он, предположим, допускает почтовый клиент, то C-Linux, она блокирует доступ клиента к определенным частям домашнего каталога. Собственно, здесь мы можем посмотреть на официальную схему документации. Это про архитектуру C-Linux. И здесь мы можем увидеть субъект. Субъект, он запрашивает доступ, чтобы выполнить действие. После этого запрос переходит к диспетчеру объектов, который этот доступ контролирует. Он смотрит, есть ли в кэше решение сервера безопасности. Это для экономии ресурсов, собственно, этот кэш существует. И если ответа нет, то только тогда непосредственно запрос идет к серверу безопасности. Он уже принимает решение, которое на будущее сохраняется в кэше и передается диспетчеру объектов. И получается, что сервер безопасности, он может быть только один, расположен в ядре. А вот, допустим, кэш и диспетчер объектов, они могут находиться как в ядре, так и в пользовательском пространстве. Так. Также стоит выделить основные режимы C-Linux. Здесь мы можем увидеть, что на машине сейчас стоит режим по умолчанию, он самый безопасный считается. В этом режиме C-Linux применяет политики контроля доступа, установленные системным администратором, и не позволяет пользователю отменять их. Если политики или процесс пытаются получить доступ к ресурсу, пользователь или процесс пытается получить доступ к ресурсу, не разрешенному политиками, тогда C-Linux отклоняет запрос и регистрирует решение в кэше. Также есть режимы Permissive и Disabled. Получается, Permissive, он менее безопасен, чем принудительный режим, но он все еще обеспечивает защиту. В этом режиме C-Linux не применяет политики, но регистрирует события, когда пользователь процесс пытается получить доступ к ресурсу, заблокированному политиками. Также есть, собственно, Disabled. Это самый небезопасный режим в данном случае среди всех режимов, поскольку он не защищает системные ресурсы. В этом режиме C-Linux не применяет политики контроля доступа. Также нужно помимо... Сейчас, секунду, да. Перейдем к Mac, о котором мы говорили чуть ранее. C-Linux Mac назначает контекст безопасности каждому субъекту или объекту, где субъекты можно рассматривать как процессы, а объекты как ресурсы, предоставленные операционной системой. И формат контекста безопасности выглядит следующим образом. Здесь можно увидеть это пользователь, роль, тип и диапазон, где пользователь представляет... Соответственно, пользователя C-Linux... Пользователя C-Linux он отделет от пользователя Linux, но может быть назначен несколькими пользователями Linux и помогает преодолеть разрыв между Linux и C-Linux. Имена пользователей часто заканчиваются на нижнее подчеркивание U. Роль представляет роль, в которой должны находиться пользователи. Роль может иметь более одного пользователя C-Linux, и они по соглашению заканчиваются на нижнее подчеркивание R. Типы являются наиболее важной частью контекста, поскольку все правила основаны на типах, и поэтому тип субъекта, домена или объекта определяет его разрешение. Когда тип связан с процессом, он определяет, каким процессом или доменом может получить доступ пользователь CELINUX. Когда тип связан с объектом, он определяет, какие права доступа имеет пользователь CELINUX к этому объекту. CELINUX в соблюдении типов идут рука об руку. Пользователи, присутствующие в привилегированных доменах CELINUX, обычно помечены как неограниченные. Часто могут указывать файлы политики CELINUX, файлы, заканчивающиеся на T, чтобы создать определенные разрешения для типа доменов. И также диапазон. Полидиапазонный контекст – это расширенный параметр, который назначает диапазон чувствительности. Он представлен в формате S-решетка, где решетка – это номер. По соглашению, нижние ниши имеют меньшие привилегии, чем высшие. Также стоит поговорить про устранение проблем, потому что рано или поздно происходит ситуация, когда CELINUX запрещает доступ к чему-то. Есть несколько основных причин отказа доступа. Это неправильно маркированный файл. Процесс работает в неправильном контексте. Ошибка в политике. Процесс требует доступ к файлу, который не был учтен при создании политики или попытка вторжения. Первые три причины отказа доступа разрешаются достаточно легко, а в то время как во время попытки вторжения звучит сигнал тревоги, и пользователю посылается соответствующее уведомление. Для того, чтобы разобраться с любой проблемой, достаточно посмотреть журнал CELINUX. По умолчанию он записывается в процесс сам audit в файл audit.log. Если этот процесс не запущен, то CELINUX введет журнал в файле messages. Также стоит поговорить про утилиты CELINUX. Допустим, утилита audit.lo создает разрешающие права политики CELINUX из файлов журналов, содержащих сообщения о запрете операций. Эта утилита сканирует журналы в поиске сообщений, появляющихся, когда система не дает разрешения на операцию. Далее утилита генерирует ряд правил, которые, когда они загружены в политику, могли бы разрешить эти операции. Однако эта утилита генерирует только разрешающие правила. Некоторые отказы в использовании разрешения могут потребовать изменений политики, например, добавление атрибута в определение типа для разрешения существующего ограничения. В случае сомнений для диагностики можно еще попробовать использовать утилиту audit.lo.i. Также есть утилита секунды. Она помогает просматривать контекст CELINUX для файла программы или ввода пользователя. Присматривает она, собственно, часть контекста, и этот контекст берется из файла идентификатора процесса ввода пользователя или контекста, в котором была запущена сама утилита секунды. И, собственно, в заключение доклада мы можем сказать, что CELINUX, что необходимо подчеркнуть необходимость осознания значимости этого модуля безопасности и призвать всех к уделению должного внимания его изучению и использованию, потому что он является одним из самых важных инструментов для обеспечения безопасности системы благодаря его способности к изоляции, защите компонентов, а также блокированию несанкционного доступа к системным ресурсам. Собственно, на этом все. Спасибо. Спасибо. До свидания всем. Продолжение следует...